господа багажник моего рейндж-ровера и как вы понимаете в нем постоянно что-то происходит безостановочно в нем перевозятся какие-то странные вещи и как вы понимаете и как вы понимаете при таких раскладах в стоке ему не жить потому что вот это все смотри вот на свет выводим смотри вот это все оно оставалось бы в багажнике но уже три года со мной ездят коврики от компании довкар именно они позволяют моему рейндж-роверу выживать в этих условиях мы просто вытаскиваем коврик и вы посмотрите вы посмотрите какая чистота все потому что вот эти соты отлично видно как они удерживают себе грязь пыль песок мы ездим на оффроуд на все это плюс он идеально естественно подоган по размеру он подходит мне как оригинальный а это водительский видно какой у нас за три года ну прям реально пострадал да ну такой прям не свежий вот для сравнения вам новые самое главное если вы захотите купить его сейчас проблем не будет потому что это отечественный продукт в отличие от импортных которые просто посмотрите сколько сейчас стоят коврики как доп просто посмотрите то отечественный продукт во первых всегда в наличии во вторых до последнего держат цену но скоро уже будет повышать поэтому если хотели купить сейчас самое время самое главное при этом действует промокод ака который даст вам дополнительную скидку а если оформить заказ до 20 мая то вы автоматически становитесь участником розыгрыша с ценными призами разыгрывается ps4 slim два набора инструментов от два комплекта накидок и ортопедическая подушка с логотипом академик все что вы хотели на все про все остается примерно месяц так что торопитесь все необходимые ссылочки будут естественно в описании господа здравствуйте мы казалось бы с вами закончили с авто обзорами но похоже мы прокляты инфинити как раз наоборот они бессмертные а мы прокляты потому что так я радовался что значит все ушли все новых тачек больше не будет сколько этого писали новая реальность все машины кончились машин нет до свидания мы будем ездить на лошадях на ослах мы вообще никуда не будем ездить все россия будущего но оказалось что все-таки нет и покончить с авто обзорами в том числе мне в том числе не получится это безвыходная ситуация и в действительно придется снимать авто обзоры дальше я думал что все у нас теперь здесь катера спецтехника ну видимо лошади ослы как там писали какие-то странные люди в комментариях но оказывается нет компания инфинити то все-таки в отличие от нас не проклята у них все в порядке они никуда не уходили они продают свои машины не то чтобы я был до этого нифига такие два скола а нет это краска какая-то прилипла а это что-то вообще клея какой-то герметик что это ну ладно не то чтобы я был до этого фанатом значит инфинити и в принципе знал что там происходит с ними но когда игорян привез эту штуку я такой сказал вау она красивая она красная мощная красивая 250 лошадиных сил 2 литра причем эти 250 в европе превращается в 270 то есть есть доводской какой-то чип стоит что так далее полный привод само собой на официальном сайте цена указана от 5800 но если скачать официальный прайс-лист прямо сейчас зайти на сайт infinity.ru то ребята актуальная цена 30 миллионов тенге да это официальный прайс-лист на сайте инфинити он действительно звучит как 30 миллионов тенге много это или мало решать вам вы видимо больше в этом разбирайтесь чем я давно не расплачивался в тенге если честно но возможно скоро придется потому что вот официальный прайс-лист вот скриншот 30 миллионов тенге стоит эта машина что можно еще в нашей стране купить за 30 миллионов тенге я честно говоря не в курсе но видимо сейчас будем во всем разбираться наша любимая подкапоточка двухлитровая а бывает не два литра не бывает я чувствую по компоновке видно что прямо здесь этим даже двум литрам прямо впритык пожалуйста пожалуйста нет суши как надежно закреплено прямо уважение респект на здесь написано при этом всем виси турбо ну виси это не туалет и горя грешного ты по-другому и пишется это variable compression то есть у этого двигателя может изменяться компрессия то есть по идее это должно работать как когда турбо раздувается в три очка в блок чтобы не лопнул то компрессию можно разжать 2 раздувается серьезно в 2 раздувается ну короче типа да когда турбо дует 2 допустим чисто гипотетически компрессия разжимается и тогда блок не лопается а на холостых а турбо не дует компрессия может наоборот увеличиться тем образом повысить эффективность сгорания топлива на холостых выглядит при этом это капец как сложно во всем вот этом вот сходу не разберешься это сложно плюс куча вот здесь вот таких трубок в общем мотор выглядит ну как минимум необычно из того что я смотрю здесь и разобраться в этом сходу честно говоря не особо получается поэтому особо разбираться и не будем в общем какая разница 2 литра 250 сил изменяемая компрессия что интересно надо будет поизучать как это собственно работает что примечательно смотрите какой плоский логотип инфинити какой он огромный это не просто так это не чсв его не нужно было делать таким большим просто под ним находится радар его хорошо видно и с этой точки зрения и в этой всей плоскости вот такое место занимает просто радар это все отвечает за адаптивный круиз-контроль контроль столкновения удержание в полосе и так далее и так далее и так далее и так далее при этом у нас воздухозаборники и эти и те слепые то есть это просто так хотя честно говоря вот кулек похоже стоит где-то вот погоди а вдруг но это все слепое то есть видимо на самом деле как обычно воздух заходит отсюда потом куда-то в бок или нет там никакого нафиг кулька блин так интересно конечно капец а мы же доедем до подъемника сейчас прямо здесь может мы там это и увидим точно короче то до встречи на подъемнике прям стало интересно такое что таки теплообменник нету кулька понизу сенсации не случилось машина как машина все ровно амортизатора оказались неуправляемые сач кстати да ну опять же все тут весьма по стандарту стабилизатор оперечной устойчивости задней рычаги такие крепенькие прям бодренькие рычаги интересные аэродинамические защитки есть вот с этой стороны вот от тебя сюда видно смотри она опирается одновременно на про это кронштейн провода который идет от тормозного щитка по моему от рычага сложной формы кронштейн который держит провод датчика тормозов датчика ручника видимо срабатывания да или это вообще питание даже от ручника да скорее всего и у нее специальный вот такой выступающий интересный кронштейн здесь идет аэродинамика всякая разная защита бензобака железо причем как вы понимаете это может быть здесь не просто так потому что вот это вмятина в глушаке я сомневаюсь что завод может конечно и завод на что-то я сомневаюсь то есть видите для нас уже кто-то здесь на оффроуде был муфта полного привода сзади висит при этом у нас примерно с мизинчик привода с такой такие примерно привода у нас то есть выдержать принципе могут что-то но естественно без какого-либо экстремизма на них просто больше чем надо и не прилетает а защита бака у нас чисто тепловая потому что бак то вот он висит а это просто экран я понял кстати экран очень не зря потому что кардан к примеру рука еле терпит он нагревается от глушака с такой силой дальше опять же войлок аэродинамика аэродинамика тишина пустота катализатор кронштейн туда глушака все ушло наверх еще одна аэродинамика еще войлок спереди самый обыкновенный macpherson 2 поршневые тормозилки вообще без сюрпризов ничего абсолютно такого супер интересного нет едем дальше так первое что хочется сказать господа офигенная мягкое кресло значит этот тест-драйв мы выживем все дело в том что мы часто едем я еду к врачу прошу меня теперь практически нет спины я хожу то условно а сижу практически вообще не сижу но здесь вообще все нормально то есть это сиденье такое пенсионное короче она прям для меня мягонькая очень поясничка причем я сел а поясничка регулируется там сейчас это что у нас это что-то сейчас свет я я пытаюсь это поясничка да но она такая объемная большая подушка прям короче кайф ну-ка подвес он ну вот подвес он уже больше к обычному но тоже неплохой на самом деле есть вариатор да походу реально вариатор это сказывается переключение передач и самое главное это мультимедиа посередине игоря на даже как у тебя вот это вот ты смотри сейчас я нажму вот смотри такое же но так у тебя машина стоит сколько до меньше 30 миллионов тенге у тебя стоит машина такая же система но понятно что инфинити nissan да одно и то же поэтому с кашкаем очень много флэшбэков у меня по кнопкам по значкам да по по ключу ключ такой даже очень похожий на где он тут был оп вот это вот то есть вот этот ключ это очень похоже на кашкаевский ключ чуть видоизмененной до из него вытаскивается вообще что-то подобие от жигулей но это грубо говоря какая разница но тем не менее все очень простое очень обычная и докапываться до цены в современных реалиях понятно что история ну такая себе потому что да опять же о каких ценах мы говорим об актуальных там не актуальных они меняются каждый день каждый час и то что вчера было дорого сегодня уже оказывается нормас потому что за вчерашнюю цену ты уже не купишь и так далее и так далее ну-ка ну вот по мотору коробки как бы нормально он такой легкий короче едет по ощущению прям он вот небольшой не тяжелый какой-то негрузный настройка гражданская то есть это ты прав и варианты какой-то c-сегмент по ощущениям но при этом 250 сил как бы то нормас он должен сколько-то ехать там даже до 70 половину неплохо проверять на этого конечно же не будем сегодня иначе я сдохну на разгоне короче кайф кожа на руле такая себе обычненькая простенькая кожа на сиденьях я тоже сказал что такая себе тоже прямо вот совершенно спокойно режимы вождения drive mode у нас есть традиционные это эко стандарт спорт и персонал то есть хорошо молодцы при этом опять же это дублируется и на основной экран и на этот экран на этот не дублируется то есть постоянно что-то где-то по экранам там прыгает туда-сюда в общем непонятно некоторая информация отображается здесь некоторая здесь некоторые здесь и они как будто бы друг с другом ну по моей логике внутри не связаны наверное очень быстро к этому привыкаешь в целом и пес с ним map voice это можно еще и разделить погоди вот так выбранный вид разделения экрана появится когда будет наличие действительно маршрут для проезд а это такая фишка гарминовская прямо это мы уже прямо от навигаторов таких продвинутых когда мы можем экран дробить по информации и если бы мы сейчас куда-то по навигатору ехал давай куда-то поедем натуре ну-ка мы едем в финляндию в общем куда-то здорово мы при этом едем начать начать ничего себе это консержа вызвали там сзади мы просто собой еще самокат возим там бимкнул что происходит реально консержа вызывает это сзади игоря ты откроешь посетителю нет может там кто-то заселяется к нам в номер так вот что это разделенный экран смотрите какая графика короче да полноценно как вот у меня в карт лотере в навиг там даже голос какой-то говорит туда прикольно прикольно короче с этим разобрались так на ходу 80 километров в час мы с вами сейчас едем суши да по я тебе могу сказать по городу шумка кайф или у меня уши заложило просто от того что уже защемило спину окончательно или она реально кайф у нас акустические боковые стекла точно они двойные есть соответственно значок лабаш вероятно тоже я думаю глупо делать лабаш не акустику когда у нас боковые акустика не знаю сзади у вас на нашу мнению спереди вообще без проблем может быть активный шумодав кстати есть нет я доволен рулежка при этом такая средненькая то есть она и не остро и тебя не бесит колею не ловит абсолютно и при этом не вялая как бы да вот не ним не водяной матрас это вот пока она крайне сбалансированная короче тачка в нашей богатой комплектации естественно есть и проекция и очень много всяких плюшек в виде контроля слепых зон которые вот так же сушу тебя же также да и горят вот здесь же да тоже лампочка контроль слепых зон у нас в салоне прям не на зеркале отображается а здесь то есть до приятности nissan infinity она есть мой испорченный мозг к сожалению кроме кошка и игоря вниз они то особо вот и то что мы снимали тест-драйв недавно passfinder и ни на чем особо и не ездил поэтому я к сожалению ну так себе специалист в этой области и у меня естественно постоянно флешбеки сразу потому что я сижу в машине игоря но шумки больше чем в твоей тачке наверно да погнали о сразу разгон разгон пошел здесь камера присягла она висит и я под нее начинаю дубасить ну-ка 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 как добавить звук сейчас вот как добавить звук блин мое почтение мое почтение музыка хороша ты выкручивал настройки какие-то нет все сток кайф слушай нифига не нарочитый бас очень выраженные высокие дребезжит сразу зеркало что добавляет тебе естественно атмосферы loud sound и всех вот этих вот каналов где автозвук это спорт у тебя сразу все дребезжит ты понимаешь что кайф но неплохо но неплохо неплохо да слушай я доволен прямо редко когда я доволен музыкой и тем более вот в таком непонятно для меня еще пока ценовом диапазоне ценовой диапазон напомню вам всегда от 5 до 10 был самым дурацким потому что во первых это уже очень дорого но еще не супер дорого так чтобы сюда в какие-то знаешь бескомпромиссные технологии впихивать поэтому когда рассматриваешь тачку за 10 она всегда кайфовая там нет вопросов и когда рассматриваешь тачку за 3 2 4 там тоже все более-менее да хотя уже подкрадывается а вот именно 5 800 6 8 такой дурацкий диапазон то есть еще и не супер дорого поэтому не супер круто но уже нифига не дешево и уже по цене квартиры но здесь вот по крайней мере вроде пока они усиживают мне нравится и черно-белый салон это моя любимая но прям сердечко бьет конечно этими контрастами и контраст этот сделан здесь я понимаю что да эти кнопки простоваты вот здесь да и селектор ну не вызывает никаких абсолютной эмоции не в штанах не вообще не в голове все абсолютно спокойно две заглушки внизу хотя мы вроде сидим в сэн шоу проектив да вот так называется эта комплектация мощно но однако у нас две заглушки снизу есть ну хотя до подогрев сиденья вентиляции нету сидений да да подогрев есть а вентиляшек похоже нет и подогрев сделан не в делениях а прописывает сильно средне слабо интересно но может быть здесь вентиляшкой она может быть вот здесь нижняя мне кажется под вентиляцию оставлено да прости но ты живешь в россии как говорится вот это вот но ладно это а это не так нажимается и не так нажимается а вот так нажимается люк люк так себе люк от кашка я вот абсолютно он ни о чем можно закрыть естественным можно открыть qashqai нету люка вот панорама круче чем люк панорама в кашка и мне к ней не было вопросов Она, по-моему, с перекладиной или без, я не помню. Без, вот, да, она сплошная, без перекладины. Как в Айпейсе в Ягуаре, только лучше, потому что дешевле. И это кайф. Короче, но она там не сдвижная через это, естественно. Но я вот что-то в последнее время, хотя у себя панораму я постоянно сдвигаю, и как бы вот у меня сдвижная панорама, это обязательная опция в моей машине, если как бы, ну, деньги позволяют. У меня у Wranglera крыша, блин, снимается. И это кайф, это абсолютно кайф. Так вот, такие люки, они, вот, это хорошо, если ты сидишь в 1984-1994-го года, да? Там технологии были такие. И там этот люк смотрелся неплохо. Но здесь за эти деньги, как бы, он сейчас еще не доказал. Да, и в итоге вот твое все пространство. Ну, в общем, да. Жизнь, конечно, удалась, но есть варианты, как подняться еще чуть выше. Ага. Блин, сиденье, кайф, слушай, прикинь, я сижу, а меня отпускает. Да, блин, ты только что видел, как я приехал до Wranglera и отлеживался на заднем диване. А здесь такое ощущение, что... Или просто меня уже настолько защемило, что прям вштыривает, знаешь. Уже встало кровообращение, все в мозг идет. Ладно. Но сейчас доктор все исправится. Я буду порхать тут, наверное. По крайней мере, меня обколет какой-нибудь сранью. Слушай, они как будто двойные, знаешь, хочется их разложить. Да, молодцы, молодцы. Во многих тачках, вот, на самом деле, слушай, такая простейшая опция. У тебя есть такой, Никитос? Вот, почему они не догадываются. Это не стоит ничего, но закрывает тебя, блин, от солнца. А они здесь догадались. Это хорошо. Это прям хорошо. Вообще, в целом, знаете, главный результат по салону, он нарядный. Вот этот черно-белый салон, короче, добавляет прям здесь все позитива. Я не могу здесь ничего высмеять. Давайте, да, говорить приличным языком. Кроме, конечно же, этой мультимедии. Ну, Nissan Infinity и мультимедия, это... Если вы думаете, что в Range Rover все плохо, купите Infiniti. И у вас будет все нормально. То есть, есть некие люди, кто зачерпывает глубже, чем Land Rover. Это вот Nissan Infiniti. Это все реально отстает на 10-15 лет. И, да, ну, как бы, грубо говоря, для кого это новость, да? Здесь все нормально. Нет беспроводной зарядки. Вот что еще очевидно очень плохо, что ее нет за эти деньги. Она есть уже у всех, по-моему. Ну, мощнейший подлокотник, огромнейший, в который влезет кисть, если вы из Петербурга, вашего друга, который вы будете с собой возить, потому что не сложились у вас как-то между собой отношения. Ну, а нормальные люди в других городах здесь возят огромные бутылки с водой. Что-то мне там навигационно как-то ее остановить. И все прочее, прочее, прочее. Зарядки есть Type-C, USB, все возможные. Плюс прикуриватель здесь же, заглушка под него и так далее. Слушай, я здесь смотрел обзор Дага Демура на Ауди старую. И он такой, смотрите, прикуриватель, чтобы прикуривать сигареты. Европа тогда была очень нездоровая. И он такой, да, это надо же, вот это вот. Смотрите, чтобы можно было реально в тачке сигарету прикуривать. И так его это удивляет. Но в натуре так и было, действительно. Потому что я помню, что в BMW это отдельно называлось пакет для курящих. Он назывался, чтобы вместо вот таких вот заглушек у вас были реально прикуриватели. Собой. Но у него прям это вызвало вот эти санасы. Просто мы все привыкли ездить на старых немецких машинах. Для нас это нормально, когда прикуриватель в прикуривателе. А в Америке, видимо, люди вырастали сразу же на новых машинах, где этого не было. Так, я пока разбираюсь с навигацией. Я сюда даже не смотрю. Тут наверняка же что-то там она разберет. Слушай, она разбирается. И ты говорил, здесь нужно быть аккуратным, да? То есть мы сейчас заносим ногу над тормозом на всякий случай. Она остановится сейчас, ты сказал. И дальше будет, как в инфинити у моей... Ой, как в соуле у моей мамы. Так. И... И поехал! Да, в натуре! Смотри, ну хотя бы пикнул. Вот у мамы в соуле точно так же. Он остановится. То есть он не дает тебе просто сходу разложиться в бампер, но при этом не держит тебя на тормозе. Интересная логика. Как это в офисе там они думали? Так, хорошо, ты едешь пробки, смотришь, машина остановилась. Ты вроде на адаптиве, все в порядке. Потом она поехала, и ты снова вшатал тачку. Все на этом. Ну-ка, механический... Нет, электрический. Красавчики, электрический руль. Здесь красавчики. Причем, ты заметил, да? Смотри, когда вперед-назад, он его еще как-то там расклинивает. Ты это видишь, да? То есть он такой туда-сюда немножко. А, за затемнение зеркала. Угу, молодцы. А чешницы нет? Есть! Ну, собственно, меня здесь больше ничего не держит. Адаптив выручай. И, короче, что я могу сказать? Все хана. Подруливание же тоже удержание в полосе, наверное, есть. Я просто не вижу уже кнопку, которая за это отвечает. Костя, нахер? Нет. Я... Ну, я вижу, что машина приближается, и у нее горят стопы. Погоди. Напомню, какое у тебя зрение? Минус 4,5 и минус 5. И сейчас будет столько же на счету банковском, когда мы вшатаем Сандерик. Смотри. Нет, мне страшно. Мне страшно, я уже не могу. Походу, он реально его вшатает. Это ясно. Но там уже расстояние минимальное какое-то. Плюс нам все-таки сдавать ее в пресс-парк. Будет обидно. Инфинити в первый раз дала нам тачку, и мы ее размотали. Вот эта ситуация. Я такой только биорпиду этого терпел. Погоди, спорт. Сейчас. О, о, какая прикольная, мягкая стала. О, эффектные какие стали, а. Я с тобой, когда разговариваю, с тобой нереально разговаривать, когда ты по блютузу говоришь в этой штуке. Знаешь, какой я сдается в телефоне, просто ты там все. Ты просто вваливаешь нереально по ощущениям там. Крутая фишка. Все это на вариаторе, так смешно еще. Это Vesta Sport, братан, ты посмотри. Блин, есть та, вот это вызывает движение в штанах. Вот реально, ты посмотри на это, ты видишь ее? Блин, она офигенная. В этом цвете, на этих дисках Vesta Sport. Ненавижу АвтоВАЗ, но Vesta Sport это нечто особенное. В принципе, ну короче, вот то подразделение, которое разрабатывали Vesta Sport, их помиловать. Остальных в расход. Вот мой вкратце вердикт по АвтоВАЗу. Но эти люди, вот, достаньте мне этих ребят. Они шарят. Они сделали из Vesta Cosmos. Да блин, какое мы уже, по-моему, двигаем тачку и горят. Короче, вот эти системы у Ниссана просто кайф. Они удались. Ребят, красавчики. Все, пойдем к врачу. У нас теперь обзоры 40+. Вот почему есть смысл покупать Infiniti QX55. Это вот эта задняя часть. Вот за нее, этой тачкой, серьезно, можно простить все. В начале, когда мы ее брали из пресс-парка, я не знал, какого она будет цвета. Игорь только сказал, что это что-то двухлитровое. Ну, поскольку я, опять же, не слежу за Infiniti, мне ничего не говорило, что это QX55. Как бы никакое сопоставление с внешкой у меня в голове не возникало. И когда, Игорь, вчера или позавчера, по-моему, да, ты приехал в реформу, я выхожу и такой, ля, что это за кралия? Вы посмотрите на это. То есть это действительно очень мощно в дизайне. Добавляя к тому, что мы говорили раньше, что она и комфортная вроде как и внутри, и с таким очень прикольным салоном, вроде у нас есть все для хорошей жизни в этой тачке. Офигенно они сделали эту кнопку. Открывание багажника. Просто нажимаете на кусочек эмблемы, и в нее же спрятана главная камера, в эту же эмблему. Как вы видите, сюда помещается самокат. Это, да, небольшой самокат, но таких поместится здесь три. Помимо этого, у вас регулируется спинка заднего ряда, заднего сидения. Я, к сожалению, не смогу вам ее сегодня показать. Никак не смогу. Я ни на задний ряд, только если лежа вот туда. Ни спинку отрегулируют, ничего уж, простите меня. Но, тем не менее, они даже откидываются. Вот таким вот образом. Есть и подпол. Подпол, наверное, я смогу. Так, сейчас. Есть у нас и розетка 12 вольт. Также у нас там в подполе наверняка хранится запаска, еще докатка. Ну и, в общем, все самое необходимое. Какая разница? Пока. Я только что открыл сезон самокатный. И сейчас я падаю, да? Я только что открыл самокатный сезон, между прочим. Я еще в этом году ни разу не стоял на самокате. Мой-то только починили, я его сегодня заберу. Так, помещается куча всего. Розетка 12 вольт. Какие-то тут крючки всевозможные. Короче, все есть. Что подпол? А, нету запаски. Я насвистел. Нету запаски. У нас здесь только располагается сумочка. Еще место под что-то. Небольшой органайзер. И, собственно, все. Крюк, баллонник, больше ничего. Ну, крючки стандартные. Но главное, есть перекуриватель 12 вольт. Откидываются кресла 2 к 1. В общем, все, вроде как пушка. Даже тот же самый самокат вы без проблем можете сюда положить. Все. И кайфуете. Кнопочка, естественно. Ой, это зря было. Кнопочка, естественно. Камера-то с омывателем, кстати, нет? Нет. Камера без омывателя, к сожалению. Но она в таком углублении, так что закидывать ее особо не будет. И даже выхлоп здесь настоящий. Это, да, одна банка глушителя, которая с раздвоением выходит сюда, в заднюю часть. Двадцатые при этом огромные колеса, конечно, которые делают стиль в этой максимальной комплектации. Но даже на этих двадцатых она ведет себя адекватно. И в плане рулежки, и в плане подвески, и вообще в целом. Косяк у нас, что вот это вот бесключевой. Закрыть его надо кнопкой. А открыть сенсорный. И вот в этом большая проблема. Непонятно почему так. Где ключ? При этом у нас есть даже дистанционный запуск. Есть открывание, естественно, с ключа. С любого расстояния оно работает. Можно открыть у себя из квартиры. Это все. Не нужно для этого стоять возле тачки, совершать какие-то танцы с бубном. Все блестяще работает. Единственное, чего, наверное, нету, это открывание с ноги. То есть традиционная почему-то фишка, но как бы его нет. Хоть обводись. И датчика там нет, мы проверяли и так далее. Но можно завести. Два раза, да, или один ждешь. Давай проверим. Закрыли. Подержали. Завелась. И причем срабатывает тоже издалека. Игорь говорит, что заводил из квартиры, прямо из окна. То есть всегда вы будете садиться в теплую машину, в которой комфортно. Открывать багажник вы сможете на подходе к ней, что опять же очень удобно. Кстати, автозапуск при этом не заглох. Забавно. Все работает, да? Она не глохнет, да? Ты просто садишься, нажимаешь еще раз старт-стоп и едешь. По-моему, ребят, все нарядно. Я не вижу каких-то особых противопоказаний в этой машине. Почему она вам может не подойти? Потому что вы не любите вариатор. Это да. Почему она не для оффроуда? Опять же, потому что в ней вариатор. И вот такие вот задние привода. Естественно, это ни к чему нехорошему не приведет. Машина эта переднеприводная с муфтой. То есть она, конечно, технически, строго говоря, она полноприводная. Но по ощущениям, это передний привод с муфтой. Задняя тележка будет подталкиваться туда, когда передняя совсем страдает. Вот в этом, наверное, какие-то могут быть косяки. В остальном офигенно нарядная, сочная тачка с динамикой 7,5 секунд, которая на видосах едет 7,2. Возможно, потому что она уже расшита с 250 до 200 типа 70. И так далее, и так далее. Я не вижу прям каких-то проблем. А, нету, естественно, без ключевого доступа сзади. Ну, как всегда, вот эта полная шляпа. Задний ряд открывать надо только с брелка. Ну, и задний ряд сам по себе довольно скудный. Да, есть подлокотничек, но нету даже лючка для лыж. Нет там ни подогрева сзади, ни вентиляции, ничего. Вот стеклоподъемник один. Как говорится, и жуй. Чего? А, трехзонный климат. Да, в натуре, ты смотри. Причем удивительно, что трехзонный климат есть, а подогрева в сидении сзади нет. Ну, короче, вот такая приколюха. В конце концов, их можно доставить. Короче, на удивление, ничего не зная про эту Infiniti, покатав на ней весь день, я вот тут, мы с ребятами стоим, я должен признать, что она приятная. Она приятная, классная и комфортная. К сожалению, в современных реалиях это все не особо имеет смысла, потому что обычно мы всегда рассматриваем сочетание цены с качеством. Как таковое цена, слово в современных реалиях, оно выглядит вроде что-то типа обещаний Роскосмоса. То есть, да, конечно, все будет, но потрогать это, к сожалению, практически не получится, потому что цена непонятна какая, по наличию вроде машины есть, но обсуждать, дорого это или дешево, непонятно. Следим за будущим, за тем, что будет происходить, но эта тачка мне прям понравилась, зашла, молодцы. Если бы, наверное, я до этого еще не ездил в Qashqai, а воспринимал ее с чистого листа, класс, абсолютный класс. Но поскольку я уже знаю, что здесь немножко понапихано от машины, которая в моей голове еще полтора стоит, были те времена, то, конечно, здесь все выглядит немножко спорно в этих моментах. Короче, все класс, ребята. Спасибо огромное Infiniti QX55 за то, что ты есть, особенно вот за эту твою заднюю классную часть, за этот спойлер, за этот изгиб крыши. Да, блин, просто шикос. Вам всем огромной удачи, спасибо, что смотрели это видео, и пока. Врача! Врача!